Ветераны. Их жизненный путь длиной в эпоху это настоящая школа. Неиссякаемый источник мудрости для молодого поколения. И так важно хоть капельку, хоть толику тепла и любви вернуть им за все. Искренние зарисовки о настоящих героях продолжат программу. Увидев с балкона гостей, Николай Иванович спешит надеть военный китель с боевыми наградами. Это редкий случай, когда он обращается за помощью к дочери. Китель тяжелый, но не взвешивали, но килограмма три точно есть. Куда сложнее было заслужить высокие государственные награды в тяжелых боях и сражениях Второй мировой войны. Но вот чего уж точно не ожидал Николай Иванович, так это подаренных скандинавских палок для ходьбы, чему безмерно рад. И тут же просит дочь Галину запечатлеть на память этот момент. В свои 99 он родился ровно век назад, в 21 году, 1921. Он помнит все. И даже собственное стихотворение, посвященное погибшему товарищу, однокласснику, декламенту. Без ошибки. С бесчинством отчаянным враг наступал. А воспоминания о войне свежи, будто случилось вчера. Вот он, Денисенко Николай, молодой и красивый 19-летний на этой фотографии. Сразу после призыва в полном обмундировании. Служил в составе 17-го кавалерийского полка артиллеристом. Первый бой принял на Кавказе. Полк вышел на оборону в район станции Минеральные воды. В предгорье горил развалка. Вы записываете, да? Да, да. И тут мы приняли первый бой. Я даже не успел окопаться. Ячейку для стрельбы лежа сделать. Грунт гравийный. Лопатка не берет. Вдруг мина зацепилась за вершину сосны, и осколки посыпались. У меня фуражки на голове как не было. Я взял за козырек, потянул, там вот такой осколок. Думаю, тут дело керосином пахнет. Не отрицает, что страшно было. И не столько смерти боялись. Высокая мотивация была. Страшно получить неожиданный смертельный удар. Не выполнил свой солдатский долг убить противника. Вот это страшно. В своих наставлениях молодому поколению легендарный ветеран просит ценить мир. Самое дорогое, что завоевали. И не устает повторять, что для них, живых, сегодня самое духоподъемное. Такие вот встречи. Есть еще мечта у ветерана. 9 мая посетить мемориальный комплекс Парк Победы. И пройтись пешком, встретившись с ветеранами. Теми, кто остался в живых. Лично поблагодарить президента, если посчастливится, встретится вновь. А к этому дню надо постараться быть в форме. Тем более, у него есть возможность тренироваться с отличным подарком. Мы благодарны руководству Республики Узбекистан за все то, что они делают. Устраивать ежегодные наши встречи. Где мы можем обменяться воспоминаниями. О материальной помощи, финансовой и продовольственной. Ну, нам бесплатно выделяют с местной санатории. Обеспечены санаторным лечением. Президенту Республики, спасибо за все. С отличным настроением и аналогичным желанием посетить в День Победы. Символический мемориальный комплекс. Встречает гостей почтенные Суаналята Мудинов из Ангиатинского района. Не стареет душой 96-летний ветеран. Да, на вас мы на раме утряда. Сыпались с неба, как дождь. Снаряды и бомбы. И у риска свистели пули. Это воспоминание о войне, как страшный сон всегда перед глазами. И никуда от этого не деться, говорит ветеран. Память помнит. Годы войны. Именно этот отрезок жизни называет самым трудным и ужасным. Испытания боев и сражений ему пришлось пережить еще 17-летним подросткам. Когда все только начиналось. С 1-го Украинского фронта начинался его боевой путь, который прошел в составе стрелкового батальона. Потом были ожесточенные бои за освобождение Белоруссии и Польши. Ветеран вспоминает тяжелые бои за освобождение Смоленска. Страшно было. Но только любовь к родине давала силы не пасть духом. Рассказывает, как атаковали противника, передвигаясь вслед за танками. Как до последнего вздоха шли навстречу врагу. С единственной целью. Победить. Был ранен. Потом лечение в полевом госпитале. Благодарит судьбу, что жив остался. И дожил до сегодняшних дней. Мирных, счастливых. В окружении заботливых потомков. Для которых легендарный дед всегда образец героизма и мужества. Спасибо огромное президенту за внимание, заботу, материальную помощь. Очередной указ президента страны о денежном вознаграждении в размере 12 миллионов сумм всем ветеранам Второй мировой войны еще раз подтверждает это. От имени всех ветеранов Узбекистана огромная благодарность от чистого сердца. Исуналим Уйдинов удостоен различных государственных наград, в том числе Ордена Отечественной войны первой степени. Это боевые памятные медали, а также медаль Джасорат. Все бережно хранится, как семейная реликвия, которая всегда доступна молодому поколению. Всегда рады помочь военнослужащие, офицеры и курсанты военного института информационно-коммуникационных технологий Минобороны, которые в эти весенние дни активны в благоустройстве жилья ветеранов. Добросовестно. Оттого тепло и спокойно. И на душе у ветерана. Совсем скоро зацветут посаженные во дворе деревья. И дадут всходы новые ростки. Чтобы и новую весну, почтенный Атахон, встречал, любуясь ими. Участники Второй мировой войны всегда в почете. То, что они пережили, тот сложный путь, который они прошли, заслуживает глубокого уважения. Их жизненный опыт мы должны ценить. Документом, принятым главой государства, предусмотрена всесторонняя поддержка ветеранов войны, включая вопрос оздоровления, денежного вознаграждения в размере 12 миллионов сумм. Это не только материальная помощь, но и моральная, духовная поддержка представителей старшего поколения. Оказываемая сегодня заботой еще раз показывает уважительное отношение президента к участникам Второй мировой войны, людям преклонного возраста. Особое внимание глава государства уделяет к уважению памяти ушедших, героев, которых уже нет с нами. Вспоминать о великих подвигах человека и уметь ценить его самого – одна из главных ценностей жизни. Отрадно, что все эти вопросы являются приоритетным направлением государственной политики Узбекистана. Проявление уважения, почитания и заботы о представителях старшего поколения – это долг каждого из нас. Каждое слово участников Второй мировой войны, их советы и наставления занимают особое место в воспитании молодого поколения в духе патриотизма. Это очень ценный источник для нас. Внимание, уделяемое руководителям страны в последние годы, говорит о многом. Уделяется внимание всесторонней поддержке представителей старшего поколения, участников Второй мировой войны. Ведь только благодаря им мы живем под мирным небом. Широкое празднование Дня памяти и почестей свидетельствует о высоком уважении к людям, которые, рискуя жизнью, боролись за мир во всем мире. Особые задачи сегодня возлагаются и на сотрудников Республиканского центра духовности и просветительства. И в этом году были сформированы пропагандистские группы, которые будут ездить по всем регионам страны. Главная цель – рассказать народу, особенно молодежи, о большом вкладе наших героев в обеспечение мира и процветания. Безусловно, каждый человек должен ценить и уважать этих великих людей.